Всем привет дорогие зрители, я рад вас приветствовать на обучающем канале IT District. В сегодняшнем видео я расскажу вам о двух типах тем оформления сайтов на движке WordPress, которые есть на данный момент на рынке. Но перед этим хочу вам напомнить, если вы хотите научиться создавать самостоятельно без навыков программирования современные интернет-магазины, то вы можете пройти мой эксклюзивный курс. Если вы хотите овладеть техникой редактирования шаблонного дизайна тем WordPress, то также у меня имеется обучающий курс, на котором вы сможете научиться всему этому. Но если вам нужна моя помощь по созданию сайта, или вы в принципе хотите заказать его создание, то вы можете написать мне в личку. Все контакты для связи со мной есть в описании под видео. Система WordPress это самый удобный и популярный движок для создания сайтов. Тут все очень просто, вы создаете домен и хостинг, и устанавливаете грубо говоря движок WordPress на свой домен. Теперь вам нужно определить, как должен будет выглядеть ваш сайт, какие блоги должны быть на главной странице. Для упрощения такого выбора WordPress предоставляет нам каталог с темами. Темы по факту это варианты дизайна для вашего сайта. Все что останется сделать, это лишь выбрать для себя понравившуюся и максимально подходящую тему WordPress, и все, устанавливаете эту тему, а затем настраиваете ее. Одним из самых популярных вопросов от моих зрителей является, где найти тему оформления, а также какую тему оформления мне собственно выбрать под конкретную деятельность. И в этом заключается одно из самых больших заблуждений. Выбирайте тему оформления, исходя не из вашей конкретной деятельности, а из того, какие блоки вы хотите расположить на главной странице или в шапке сайта. Не обращайте внимания также на цвета, шрифты и другие акценты, именно относящиеся к дизайну. Обращайте внимание на структуру макета, на те блоки, которые данная тема может разместить на главной странице, на те блоки, которые данная тема предлагает вам разместить в шапке сайта. Такие элементы дизайна, как цвета, шрифты, вы всегда сможете поменять. Итак, с критериями выбора темы оформления мы определились. И давайте поговорим, где же брать темы оформления. Существует два основных типа тем оформления сайта на WordPress. Специализированные и сертифицированные темы оформления, разработанные досконально по движок WordPress и прошедшие согласования у разработчиков самого движка WordPress. И второй тип тем – это темы оформления, сверстанные и оптимизированные по движок WordPress, настолько, насколько захотел этого разработчик. У первого типа, то есть у сертифицированных тем, можно отметить такие плюсы, как качественное построение темы, качественный код под капотом, максимальная оптимизация под WordPress. Из минусов можно отметить лишь то, что там сделано все максимально по-простому. Вы не найдете в этих темах дизайн из серии ВАУ, но этого в принципе современные реалии рынка и не требуют от вас. Зато в этих темах все сделано очень качественно. Ссылка на сайт с такими темами будет в описании под видео. Второй тип тем можно найти на таких сайтах, как, например, TemplayMonster. Ссылка на этот сайт будет также под видео. Из плюсов можно отметить превосходный дизайн уже из серии ВАУ и возможность за два клика подгрузить все настройки этой темы. То есть по факту вам не нужно даже будет настраивать данную тему, а лишь останется закачать свой контент. Из минусов можно отметить то, что такие темы не всегда полностью оптимизированы под WordPress и зачастую некоторый функционал, который предусмотрен в WordPress для основных тем оформления, не будет доступен вот именно в таких темах. И иногда даже бывает, что разработчики для настройки таких тем добавляют сам движок WordPress в дополнительные пункты. И первый и второй тип оформления имеет право на жизнь и однозначно может быть рекомендован к использованию. Что выбирать решать вам. Скажу лишь то, что второй тип тем это платные темы оформления, а в сертифицированных темах можно при небольших манипуляциях полностью обойтись и бесплатными версиями тем для WordPress. Вот такие реалии современного рынка тем оформления сайтов на системе WordPress. А на связи был IT District. До встречи в следующих выпусках.